Несмотря на то, что мир изменился и разделился на своих и чужих, мы не должны их ненавидеть. Но большинство из нас христиане, нам вообще надо врагов своих прощать и в идеале-то любить. Но они нам даже не враги, они чужие. Они безумные. Дети, которые на Донбассе никогда не... 8 поколений выросло детей, которые никогда не жили в мирных условиях. Ничего хорошего в войне нет. Ничего. Вынужденное обстоятельство. Нам танцы на костях по этому поводу устраивать никаким образом. Просто у нас все свое. Мы должны идти своим культурным путем. У нас долг есть и у музыкантов. У музыкантов вдохновлять своих музыкантов, опять же. Не чужих, а своих. У нас есть свои музыканты. Как-то я спросил, когда был период сложный, у Захарченко, Царственного Небесного Александра. Вечная память. И вот всем ребятам, кто погиб, вечная память. И была такая неопределёнка. Россия не принимала. Люди погибали. Никто не видел. Всё хорошо. Цветочки хихихиха-ха. Там всё осталось. А там люди прям в кровище. И уже те, кто всё переживал, на грани отчаяния находившиеся, не знали, что делать, но продолжали сражаться. Донбасс, это кость Донбасса не переломишь нифига. Шахтёры есть шахтёры. И причём можно было не бояться. Но тем не менее жалко, сколько людей ушло, в том числе Александра. Я как-то его спросил. Ну вот когда это вот? Как ты думаешь, всё закончится? Он говорит, никогда, пока мы не уничтожим последнего нациста. Это наш священный долг. Так что, ребята, услышьте наш. Вот это наш, ваш долг. Последний нацист должен уничтожен быть. Антифан. Антифан. Антинбасс. Россия. 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 Спасибо большое.